Сильнейших борцов-вольников в возрасте от 18 до 20 лет собрал в Брянске отборочный турнир Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Локомотив». В борьбу за путевки на первенство России вступили представители 15 регионов страны. Это не только команды из центральной части России. К примеру, приятным сюрпризом для организаторов стало появление на турнире сборной Сахалинской области. Нам что до Хабаровска долететь, что сюда, сюда немножко дороже, скажем так, обошлось. Во-первых, этот турнир календарный, он есть в едином календарном плане Всероссийском. И здесь рейтинг турнира достаточно высокий, то есть есть присвоение ребятам кандидатов в мастера спорта, то есть турнир официальный. Поэтому, естественно, мы приехали, в общем-то, за результатами. Несмотря на серьезную конкуренцию, тренерский штаб брянской команды планирует побороться как минимум за четыре путевки в финал. Тем более, что в последнее время сборная региона получила серьезное усиление в лице спортсменов из районов области. У нас сейчас возобновилась борьба в Почепе, в Климово. Ну и также сильный борец у нас Суслов Сергеев, тоже с Дядькова, который тоже планируем, что он должен попасть на Россию. В своей весовой категории борец из Дядькова на этом турнире серьезного сопротивления так и не встретил. По большому счету, это и неудивительно. Сергей Суслов, несмотря на свой юный по спортивным меркам возраст, уже мастер спорта. У нас нет таких ребят, с кем можно было побороться. Мало занимается. То есть для тебя здесь интересно, в плане того, что соперники... Есть с кем побороться, да. Этими соревнованиями брянские борцы фактически открывают сезон. И нужно отметить, что в новый, 2017 год, наши спортсмены и тренеры входят с хорошим настроением. Четыре спортсменки наших включены в основной состав сборной команды России. Это в молодежном составе три человека. Это Мякенькая, Бабрулька и Плетникова. Морева Алина после возвращения из декретного отпуска подтвердила свой высокий статус. Трехкратная чемпионка России. На открытом Кубке России она вышла в финал, где уступила спортсменке Санкт-Петербурга. Но за выход в финал она обыграла участницу Олимпийских игр Дадашеву. То есть тем самым подтвердил свой высочайший уровень. И настрой на Олимпийский цикл весьма позитивный. Мы на нее надеемся. Этот турнир станет первым в целой серии крупных всероссийских соревнований, которые пройдут в Брянске. Федерация вольной борьбы России в этом сезоне доверила нашему региону проведение двух окружных финалов и четырех отборочных всероссийских соревнований. Ближайшие из которых стартуют в Брянске уже в конце следующей недели. Добро пожаловать! Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск.